В итоге, ребят, у нас уже 35 уровень, это довольно-таки неплохо. Отлично, давай, давай, нападай, нападай, всё. Всем привет, ребят, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Fit and Grow Fish. Вы сейчас меня спросите, а где же наша рыба, за что мы сегодня будем играть? А сегодня мы будем играть за такого трилобита. У него есть способность прятаться, и это довольно-таки классная способность, особенно в таких местах, в которых сейчас я нахожусь. Смотрите, тут вот такая огромная акула, которая не может даже скушать вот этого морского ежа, но, к сожалению, меня она слопает два счёта, поэтому я могу просто тупо спрятаться, песочек зарыться и просто тупо ждать, пока акулка от меня отстанет, или просто уплывёт куда-то по своим делам. Так, ну смотрите, у нас тут плавает такая рыбёшечка, давайте сейчас мы её попробуем скушать. Так, куда, куда? Смотрите, блин, она, к сожалению, умеет плавать, а я плаваю буквально на секунды три, и потом я просто тупо паду вот на землю. Это, конечно, фигово, но ничего, давайте сейчас попробуем съесть вот эту зебру. Так, получаю зебру. И, кстати, вот я заметил опять такие же особенности на рыбах, что на некоторых рыбах урон по-другому распределяется, потому что, смотрите, на другой рыбине у меня был урон четыре, а вот на зебре у меня почему-то один и восемь. Я не знаю, конечно, с чем это связано, ребят, но как-то так действует игра. Так, ну что ж, всё, зебра слопавшая, и давайте тогда разделать вот это мяско. Смотрите, вот я вам и говорил про акулу, ребят, да? Вот так мы всё-таки тут будем выживать. Так, что ж, прячемся, потому что акула сейчас у меня слопает. Вот, смотрите, только усики остались, и то усики тоже у нас стали невидимыми. Как вы поняли, я сейчас играю на сервере, поэтому у нас очень быстро апаются уровни. Я даже не знаю, плюс ли это или минус, но как-то так, ребят, по-другому никак. В принципе, сложности у меня стоит difficult, и, по идее, всё довольно-таки сложно, но пока что даже легко. Я уже, смотрите, 20 уровня, такой здоровенький, такой трилобит, и это мне нравится. Так, что ж, кушаем ещё вот это мяско, и где какие-нибудь побольше крабики, либо же, ну, рыбёшечки там какие-нибудь. Вот, смотрите, я вижу там зелёную мурену. Давайте сейчас мы на неё нападём. Так, получай мурена. Ещё получай. Ещё получай. Во, ребят, смотрите, она была довольно-таки здоровенькой. Так, всё, отлично, кушаем тогда всё это дело. И, в итоге, получаем 30 уровень. Так, смотрите, сколько тут мурента развелось. Я не знаю, вот какая огромная у нас тут плавает. Она до сих пор жрёт мясо и не может его съесть. В смысле, она что, бесконечная, что ли, у тебя была? Не знаю, ребят. Ну, ладно, хрен с ним. Дай тогда лопать ещё вот этих крабиков. Так, не лин. Крабик ещё один. Ну, ладно, хрен с вами. Давайте я сейчас просто тупо съем вот это мяско, которое сам же я себе добыл. И ещё вот это мяско. В итоге, ребят, у нас уже 35 уровень. Это довольно-таки неплохо. Так, и что ж, где у нас вот та зелёная мурена, которая огромная? Я хотел с ней побатлиться. Но, к сожалению, она у нас уплыла. Но ничего, давайте сейчас тогда я слопаю вот это мяско, которое у нас халявное было. И давайте мы ещё слопаем вот эту рыбёшечку. Конечно же, с морским ежом. И что ж, 40-го, ребят, уровень. Это реально уже мощно. Сейчас я попробую напасть на нашу акулу-молот, которая до нас докапывалась в начале серии. И, надеюсь, я и наваляю люлей, потому что она довольно-таки крупная такая рыбёшечка. Но и я уже не простак. У меня 152 хпшечки, 40-й уровень. И я выгляжу довольно-таки мощно. Так, ну что ж, акула. Получай. Так, тихо-тихо-тихо. Куда ты? Смотрите, хочет развернуться и напасть на меня со спины. Но хрен тебе, акул. Хрен тебе. Так, всё. Отлично. Давай, давай, нападай, нападай. Всё, ребят. Буквально за два укуса я убил её. Это странно, ребят. У меня реально сложность стоит самая мощная. А почему-то играется довольно-таки легко. Так, ну что ж. А ещё одна акула-молот. Можно, в принципе, ещё раз её слопать, если, конечно, она не забоится, да? Акул, ты не боишься? Или боишься? Мне кажется, она, ребят, боится нас. Так, ну ладно, хрен с ней. Лопаем её вот так. И кушаем вот это мяско. В итоге у нас 62-й уровень. Я уже довольно-таки такой жирненький трилобит. И мне уже тяжело передвигаться, да? Вы видите, что я еле-еле всплываю вот на эту поверхность. Так, ну что ж. Давай-давай, сюда-сюда. Нам надо попробовать слопать ещё других рыбёшечек. И, естественно, попробовать слопать белую акулу. В принципе, я тут всех рыбёшечек добавил в этот сервер. Потому что, ребят, когда вы хостите сервер, вы имеете такую возможность в настройках нажать на тех рыб, которых вы хотите добавить. Поэтому это довольно-таки прикольная вещь. И я добавил, естественно, всех. И там немножечко в количестве этих рыбок тоже почудил. Так, ну что ж. Смотрите, я ещё съел вот этого рачка. В итоге у нас 74-й уровень. 571 хпшечка. Довольно-таки мы быстро апнулись до таких масштабов. Вы просто посмотрите, какой огромный. Это реально жесть, ребят. Это просто капец. Так, ну что ж. А где у нас какие-нибудь дуглеостеи? Либо же тигровые акулы? Почему-то я их тут сейчас не вижу. Хотя они обычно тусуются здесь. Так, одинокий трилобит ищет всё-таки себе вот такую белую акулу. Либо же тигровую. Потому что акулы-молоты уже надоели. Они одни и те же всякие приколюхи делают. Но мы, короче, их очень быстро выбиваем. И это уже неинтересно. Так, ну что ж. Давай, трилобит. Залази сюда. Залазь сюда. Мы должны сейчас пойти в ту сторону локации. Потому что там довольно-таки прикольные есть рыбёшечки. Конечно, они сейчас для нас уже маленькие. Но хотя бы, ребят, что-то. Хотя бы что-то. Я, в принципе, уже всё-таки понимаю, что, скорее всего, я убью кого угодно тут. Потому что я довольно-таки мощный такой трилобитик. Так. А куда я всплываю-то? А, смотрите, ребят. А чё с локацией-то? Вы помните, раньше там была локация. Стоп, а куда её дели-то? Серьёзно? Пофиксили вот эту карту? Так жёстко причём? Вплывём мы вот сюда. Тут у нас какая-то арка. И Нелин один, кстати, есть. Мы его в итоге слопали. И получили 79-й уровень. Так, а я смогу проплыть-то сюда вообще? Да, ребят, он вроде еле-еле, но плывёт. Отлично. Так, а куда мы выплываем? А мы выплываем в то место, где у нас как раз-таки раньше были крабики, да? А я чё-то даже не узнал его. Так, окей. Значит, как мы делаем? Мы сейчас сбираемся вот сюда. Давай-давай-давай, сбирайся. И смотрим, ребят, новое какое-нибудь место, где у нас находятся броурарги и другие рыбёшечки. Потому что, как я заметил, ребят, карту просто тупо урезали. И это очень плохо, и это мне не нравится. Приплыло на то место, которое у нас тут было. Тут, смотрите, у нас такой галиавчик. И я вижу Дунглио Стейс, да? Да, это вроде Дунглио Стейс. Вон там его хвостик проплыл. И, кстати, вот я не знаю, почему там как-то пофиксили карту, что я теперь просто тупо не могу попасть вот в ту местность. Раньше можно было просто тупо напрямую попасть сюда, а теперь вот надо вот так жёстко отплывать. Так, ну что ж, это не Дунглио Стейс, это тигровые акулы. Эй, тигровая, иди-ка сюда. Как нам, ребят, к ней пробраться-то? Мы слишком толстые, мы не можем к ней пробраться. А, во, смотрите, теперь я кусаю, и в итоге... Воу! 110 уровень с одной акулы! Охренеть, ребят! Ну, конечно, не 110 уровень, но апнули мы довольно-таки много. Это, ребят, реально жесть. Я еле-еле передвигаюсь. Я просто громаднейший трилобит, который уже настолько объелся, что сейчас скоро лопнет, ребят. Но это реально жесть. Ну ладно, хрен с ним, давайте тогда сейчас поплывём дальше, посмотрим, что ещё тут новенького именно в этой стране. И, конечно же, надо отыскать нашего Дунглио Стейса, потому что он такой мощненький чувачок, и я бы хотел бы с ним побатлиться. И, блин, у меня уже, кстати, 2000 жизек, я бы хотел нашему Дунглио Стейсу дать хотя бы один шанс, один укус, посмотреть, насколько он меня сможет покусать, и вообще, сможет ли он это сделать. А может быть, он просто тупо, ребят, забоится и уплывёт. Так, ну что ж, вот сколько я уже о Дунглио Стейсу говорю, но в итоге его нигде нету. Куда он пропал, я этого не понимаю, ребят. И, кстати, знаете, что я вспомнил? Когда-то в этой игре раньше были вот такие цветочки. Тут вот, видите, стебелёк от него остался. Но сейчас таких цветочков, к сожалению, уже нету. Я не знаю, почему их убрали, но это сделали, и это никак не отнять. Я надеюсь, что разработчик всё-таки потом вернёт эти цветочки, потому что они были довольно-таки прикольненькие. Так, ну что ж, а где у нас наш Броурарк? Броурарк, куда ты делся? Так, давай, давай, залезай, залезай, Трилобит, быстрее, быстрее. Нам надо найти нашего Броурарка. Вот не знаю, ребят, куда Броурарк делся. Я думаю, что где-то здесь, наверное, плавает. Хотя, если верить в расположение предыдущей карты, то тут обычно у нас существуют вот такие, да, Брокутки и какие-нибудь Бибосы. Других тут рыбёшечек особенно-то и нету. Так, ну где? Где у нас ещё какие-нибудь приколюхи-то? Я вижу, там ещё какая-то местность. Давайте сейчас мы её чекнем, потому что раньше я такого тут не видел. Но из-за того, что я, ребят, слишком медленный, это будет, конечно же, долго добраться до той местности. Но надеюсь, что у нас это всё-таки получится. Такими маленькими шажками, но всё-таки мы идём к своей цели. Так, ну что ж, где? Где у нас тут какие-нибудь другие рыбёшечки? Куда у нас все делись? Где у нас Броу Рарг? Где у нас, допустим, Белый Акул? Я только за эту серию встретил двух акул. Это Акулу Молота и Тигрового Акула. И то Тигрового Акула, ребят, просто тупо застряла в текстурах. Она не могла выплыть из камней, и в итоге я её слопал. Так, ну что ж, выплыла я куда-то, ребят, вот сюда. Тут у нас уже, как я понял, тупик. И в итоге я не вижу никаких рыбёшечек, типа Броу Рарга, либо же наших других каких-нибудь сорочей, допустим, рыбам меча, либо же Голиафа. Они куда-то, ребят, все делись. Воу, смотрите, а у нас тут теперь пляж какой-то есть. Тут раньше не было пляжа. Да, вот реально пофиксили вот эту карту, и я об этом только сейчас, ребят, узнал, и только сейчас вот это всё заметил. Так, ну зато я покушал только что крабиков, и мне это устраивает. Смотрите, ребят, я тут нашёл одну рифовую акулу, давайте мы её слопаем. И, конечно же, тут есть две акулы молота. Так, надо бы их тоже как-нибудь слопать, но я вижу, ребят, соперника покруче. Я вижу Дуглеостея, давайте мы сейчас его слопаем. Но, к счастью, мы его быстро съели, у нас всего лишь-то урон 8000, и я сразу же с него апнул буквально уровень 10, если не больше. У меня теперь 150 уровень. Вы просто посмотрите, насколько я огромный, и насколько я крутой. Ну что же, на этом, я думаю, можно закончить. Вот так мы поиграли за Трилобит. Если вам понравилось, то пишите обязательно об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей. Всем пока!